Я начну с первого послания Тимофея, со второй главы. Апостол Павел пишет Тимофею, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Вы знаете, место Писания короткое, и иногда возникает вопрос, «Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Хорошо и угодно. И вот Бог хочет, чтобы мы молились. Если Он этого хочет от нас, то иногда хочется узнать, а почему Он этого хочет? Почему Он хочет, чтобы мы молились? И вот я задумался над этим вопросом и назвал свою тему. Я не знаю, как у вас, но у меня, да, вот я, когда работаю на работе, очень важно, чтобы инструмент хороший был. И некоторые даже инструменты мне с Германии прислали, чтобы у меня был хороший инструмент. И когда хорошим инструментом работаешь, тогда работа легче получается. Когда нет инструмента, тяжелее работать. И я назвал свою тему, что молитва как инструмент. Мы не просто делаем дело, а мы делаем дело Божие. И я хочу, чтобы мы вместе обратили внимание в этом контексте. Молитва как инструмент. И первое, с чего я начну, это написано в послании, в первом послании Иоанна. Читаю пятую главу с тринадцатого стиха. Сия написал я вам, верующим, во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Я увидел, что молитва, она помогает нам возрастать в вере. Здесь написано, что мы просим, просим и верим, что мы то, что просим, получаем. И в вере мы возрастаем. Почему в вере? Вот сегодня я говорю, пастор касался этого вопроса. Вера – это необходимая составляющая верующего. Верующий как раз от того, что мы верим. И не просто в кого-то верим, а верим во всемогущего, всеведущего, вездесущего Бога. И вот представьте себе, именно в послании к евреям написано, что без веры угодить Богу невозможно. Потому что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. А первый стих говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы молимся, мы просим, Бог осуществляет, Бог дает, Бог благословляет, и мы возрастаем в вере. И мы уже смелее, смелее и смелее обращаемся к нашему Богу. Я вспоминаю те моменты, я вот, вы знаете, да, где я уверовал, уже не буду повторяться, потому что некоторые вещи приятно, ну, вспоминать, а некоторые уже хочется забыть, как то, что вот, я вам уже, наверное, когда-то говорил, что брат у меня спрашивает, как ты попадаешь в Америку, если у тебя спросят, что ты сидел, что ты ответишь. Я ему сказал, что нет, скажу, не сидел. Он говорит, как, я же тебя знаю, ты же врешь. Я говорю, да нет, Володь, тот, который сидел, он умер. Его нету. А вот к этому есть претензии? Нету. Это новое творение. Не то, что не сидел, даже плохого слова не хочет сказать. И вот поэтому иногда не хочется вспоминать. И даже когда я в администрации там общаюсь и начинаю свидетельствовать о себе, мне говорят, ладно, Юрий Георгиевич, не наговаривайте на себя, ни за что не поверю. Вы понимаете? Но это Бог сделал. И почему? По вере. Вера, осуществление ожидаемое. И я вспоминаю тот момент, когда вы, находясь там, хотелось везде донести Евангелие. Особенно, когда только уверовал, хочется всем, всем, всем кричать, Бог любит вас, Бог любит вас. И не останавливается, иногда смотрит и говорят, как мне говорят, крышу рвануло. Ну, пускай, что они хотят, говорят, но мне хочется донести. И мы ходили в разные места. И в подвалы ходили для того, чтобы свидетельствовать. И часто приходишь к замначальнику колонии и говоришь, можно мы пойдем туда? Они говорят, идите, вы благое дело делаете. И везде нас пускали. И однажды в комнату свидания мы собрались там, несколько человек. И я хотел с братом пойти туда. Ну, пошел к начальнику, обратился к нему. Он говорит, иди, не мешай мне работать. Выгнал, короче. Я не понял, почему же он меня выгнал. А потом вспомнил. Я же пошел, даже не помолился. Это уже не дерзновение, а дерзость какую-то я имел. Пошел к замначальнику колонии, не помолясь. Я попросил прощения у Бога. Уединился, стал молиться. И где-то, может быть, час прошел. После этого я прихожу к нему, снова стучусь. Он, загоди. Я зашел, что ты хотел? Я говорю, вот мы хотели туда пойти в комнату свидания. Там к брату приехали родственники, и мы хотели вместе пообщаться. А с кем пойдешь? Я говорю, вот с ним. Иди, скажи, что я сказал, пропустите. Смотрите, что произошло. Час прошел. Что значит? Я обратился к тому, кто работает в сердцах, располагает сердца и ожесточает сердца. Мгновенно, тут же, это час прошел, и уже совсем другой человек стоял передо мной. Не жесткий начальник, грубый, а такой понимающий человек, который говорит, что мы хорошее дело делаем. Что делает Бог по вере? Да, все делает. Но для того, чтобы возрастали мы в вере, прекрасный инструмент молитва, молитва, молитва. Потому что написано, если, как Бог будет действовать, если мы не обращаемся. Иисус Христос говорил, просите, и дано будет вам. И мы просим, и именно молитва служит нам как инструмент. Вы знаете, вот часто, мы часто просим, денег взаймы, у банков просим, у людей просим, но у людей просить не всегда хочется. Почему? Потому что страх такой присутствует. Может быть, откажут, а может быть нету, а может быть еще что-то. Разные присутствуют страхи просить у людей. А у Бога нам не страшно просить. Почему? Потому что в Слове Божьем говорится, что Он дает просто и без упреков. Один из страхов человек может упрекнуть. Упрекнуть, я тебе давал тогда, 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 ты со мной так поступаешь или еще что-нибудь такое. Упрек у Бога никогда нету упреков. Поэтому нам очень важно обращаться к Нему по всякому поводу, с радостью и с печалью, с грустью какой-то, тревогой, какими-то переживаниями, каких бы ни были обстоятельства, мы к Нему. и молитва нам дана как инструмент. Еще один момент, как она работает, молитва, или помогает делать какую-то работу, мы читаем, знаем молитву Отче Наш. Помните, да, мы все ее наизусть знаем. И часто произносим эту молитву. Вот апостол Павел пишет Тимофею, прежде всего прошу совершать молитву. Я не знаю, как вы, но я проснулся, еще даже лежу в кровати, но уже мне хочется поблагодарить Бога, и обязательно я Отче Наш произнесу и потом встаю с кровати. Ну, у меня вот такая уже привычка выработалась, потому что я однажды прочитал, я читал много раз это местописание, но один раз, однажды прочитала, оно прям легло в сердце и все. И я вот как для себя как правило взял. И вот так поступаю. Но что хочется обратить на что внимание? Мы говорим Отче Наш, то есть Наш Отец. И знаете, вот чем чаще мы к Нему обращаемся, тем ближе становятся наши взаимоотношения. Знаете, мы кому хотим больше бежать на общение, с кем хотим больше всего общаться? Конечно, с теми, кого очень сильно любим. Если вот юноши, девушки, они влюблены, они готовы сутками разговаривать друг с другом, хоть по телефону, хоть на расстоянии, хоть как, но хотят все больше и больше времени посвящать тому, кого любят. А мы часто говорим Господи, мы Тебя любим. Мы Тебя любим, но получается, лукавим. Любить-то любим, но постоянно ли мы обращаемся к Нему, тесные ли у нас взаимоотношения, все ли мы открываем перед Ним, обо всем ли жалуемся, всякими ли радостями с Ним делимся, чаще ли благодарим, мы даже не замечаем иногда, не благодарим, но Писание говорит, за все благодарите. Я хочу сказать, вот молитва нам дана для чего? Чтобы поистине Он был как Отец, как настоящий Отец, к которому мы постоянно прибегаем за помощью, и не только за помощью, за советом, за утешением, за поддержкой. И всыпать тоже иногда надо, да, сегодня кто-то говорил, брат говорил, что я говорю, всыплю, не для того, чтобы, не, не за что-то, если всыпать за что-то, это месть, мы не мстим никому. Писание говорит, не мстите, а для того, чтобы, это уже воспитание. Почему? Потому что для того, чтобы ты учился правильным вещам, мне приходится тебя наказать. Мне неприятно, мне больно, мне печально, но мне приходится, и Богу приходится нас наказывать, не для того, чтобы нам было больно, а для того, чтобы мы видели Его любовь, и не творили опрометчивых каких-то поступках, которые могут нам навредить. иногда Он делает такую нам прививочку, чтобы болезнь не развилась, и чтобы не повела нас в какую-то пагубу, чтобы мы погибли. И Ему приходится это делать. И знаете, бывает даже так, как сегодня брат говорил, давайте помолчи. И я так слушаю молитву, у нас была даже молитва молчания. Мы каждый день молились, а по понедельникам решили, чтобы у нас была молитва молчания. Мы просто устраивались в молитвенной комнате и час молчали. Вы думаете, это легко? Нет. Ну попрактикуйте помолчать. Знаете, как полезно? Потому что язык у нас такой особенный член тела, что он хочет гулять, он хочет. И часто хочется, чтобы за мной последнее слово было. Но когда вы пребываете в молитве молчания, вы даже не замечаете тех, кто рядом. вы молчите, вы сосредоточились на том, кто тебе дал жизнь, кто тебя очень сильно любит и который обнимет тебя своей любовью. И ты даже не хочешь шевелиться, не только что-то говорить. Тебе так приятно, так он тебя обнял и окутал, что слезы текут. Ты таешь вес, твое сердце тает, и он тебе что-то дает, какие-то наставления, и ты видишь, что тебе еще в чем-то нужно меняться, и ты благодаришь, и благодаришь, и благодаришь, при этом не проронив ни слова, а умственно общаешься с ним. И чем чаще ты прибегаешь к нему на грудь и падаешь, тем ближе становится твое взаимоотношение с ним. Мы все идем к Отцу, мы идем к Нему в вечность, и будем с Ним вечно, так давайте вспомним, что молитва нам дана как инструмент для того, чтобы наши отношения с Отцом были очень близкими, потому что в вечности Он нас будет встречать. И когда мы здесь привыкли к Его объятиям и туда придем с радостью и будем всегда пребывать с тем, к которому стремимся, любя Его. Еще один момент. Я хочу заострить внимание о молитве за других. очень важно, чтобы мы молились за других людей. Вы помните послание Якова, да? Все помните. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. Дальше написано, что многое может усиленная молитва правильно. Вы все знаете, чем можно усилить молитву, если я сейчас начну спрашивать. Многие ответят, постом совместная молитва. Да, разные молитвы есть, но я вижу молитва как инструмент. Почему я увидел это местописание? Потому что там приводится дальше пример Илья. Илья. Илья был подобный нам человек. И написано, помолился и не было дождя три года и шесть месяцев. Потом опять помолился и небо дало дождь. Молитва его была короткая. Какая его молитва была? Я раб твой и все сделал по слову твоему. Вот молитва нас направляет на то, чтобы мы исследовали Писание, чтобы изучали Слово Божье. Почему? Потому что сделать по Слову Его, нужно знать Его Слово. Помните Иисуса новины? Что Бог ему сказал? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Для чего? Чтобы в точности исполнять то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Оказывается, молитва направляет нас на то, чтобы мы изучали Слово Божье. Почему? Потому что написано, кто отклоняет ухо от слушания закона, того и молитва мерзость. И если мы не хотим вникать Писание, не хотим, чтобы оно как светильник освещало нам жизненный путь, то какая же молитва у нас? Мы отвергаем Его, то, что Он нам принес в Своей драгоценной крови, Новый Завет. И мы не хотим Его изучать, а молимся, Господи, дай, 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 дай. Потребительское отношение. Бог говорит, что вера наша, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое. Мы всегда ожидаем что-то от Бога. Но я думаю, что Бог тоже от нас что-то ожидает. Он хочет, чтобы от нас исходила та любовь, которую Он в наши сердца Духом Святым излил. А как же она будет исходить, если мы не знаем, как достигать любви? Если мы не изучаем Слово Божие, и Слово Божие нас не учит, то как же мы будем это делать, потому что мы не знаем. Вот Иоанн пишет в 15 главе «Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вас». Смотрите, молитва как инструмент. К чему? К тому, чтобы «если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут». Как они прибудут в нас, если мы не открываем Писание, если мы не изучаем, особенно отцы, если нет вечернего досуга с семьей, с детьми перед сном, перед молитвой прочитать пару мест Священного Писания, поразмышлять о Слове Божьем, чтобы у них откладывалось в сердца, то как молитва. «Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут». Очень важно. И молитва нас подталкивает как инструмент исполнять эту работу, которую дал нам Бог, поступать по Слову. По Слову мы можем поступать только тогда, когда знаем Слово. Для того, чтобы мы не просто должны знать, а блажены, когда исполняем. Потом, когда мы еще молимся за других людей. Мы не сразу видим результат. Мы не видим результат, чтобы те, за которых мы молимся, чтобы они менялись. Вот написано «Молитесь за обижающих». Мы знаем людей, которые часто нас обижают. И я думаю, что они нуждаются в наших молитвах. Они обижают нас для того, чтобы мы молились, чтобы мы исполняли то, что сказал Бог, чтобы мы молились за этих обижающих. И пусть мы не видим результат в них, но в нас мы видим результат. Наши сердца меняются. У нас появляется сострадание к этим людям. Мы видим, что они жалкие, что они больные, что они увечные. у них нету того, что у нас есть. И мы начинаем за них переживать. И чем больше мы за них молимся, тем дороже они нам становятся. Потому что Иисус Христос нас учил и молился на кресте. Прости им, ибо не ведают, что творят. Мы также должны понимать, что они не ведают, что творят. И нам необходимо за них молиться. Наш характер начинает меняться. У нас появляется в сердце долготерпение, милосердие, благость, воздержание. Все у нас внутри происходит. Чем больше мы за этих обижающих молимся, тем больше наш характер меняется. Но приходит то время, когда они начинают обращать внимание, что мы не поступаем так, как другие люди. Мы не воздаем какое-то ругательство на ругательство, мы не отвечаем злом на зло, мы в ответ добро, в ответ все равно приветливость, в ответ все равно отношение к ним такое, что всегда открытый. Он видит и думает, почему он так, почему он такой, у него все больше и больше и больше назревает вопрос, и потом он говорит, можно с тобой поговорить? Я говорю, можно. Вышли за дом, и он начинает спрашивать, почему ты вот такой? И как вы думаете, у меня сразу открыто сердце для того, чтобы вкладывать в него Евангелие и рассказывать ему о том, который меня сделал таким, который дал мне новую природу, природу любви, природу милости, природу благости, и ты свидетельствуешь об Иисусе Христе, и он начинает так же меняться, и он так же принимает нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце. Молитва вроде бы такая повседневная наша, ну, как сказать, наша жизнь даже. Хлеб кушаем, молимся, встаем, молимся, едем, молимся, везде молимся, везде молимся, но сегодня я хотел заострить наше внимание именно на молитве как инструмент. И вы знаете, вот когда мы молимся особенно за тех, за других людей, за тех, у которых какая-то печаль, за тех, у кого какая-то проблема, за тех, у которого какие-то сильные, ну, неудобные и плохие обстоятельства, мы проникаемся этим в этой молитве к ним. Чем больше мы за таких людей молимся, тем у нас сердце меняется, и для нас уже нету каких-то людей нехороших. я недавно спросил у детей, как вы думаете, есть плохие люди? Не мог дождаться ответа, некоторые думают, что есть плохие люди, а я говорю, нет, плохих людей нету, просто есть люди, которые даже не понимают, что делают плохо, они не хотели бы так жить, но они по-другому не знают, и наша задача, молясь за них, рассказать о том, кто может помочь и им измениться. А если в нашем сердце, в нашем сознании нету этой новой природы, то, естественно, у нас будут хорошие и плохие, годные и негодные. Нету негодных для Царствия Божьего, потому что Бог умер за всех людей и хочет всех спасти. А нам нужно, необходимо просто, нужно нам молиться. Молиться и не унывать, веря, что Бог по нашей молитве работает, действует, и благословение мы увидим. Пусть не сейчас, пусть увидим через долгое время, но увидим. И будет, может быть, даже так. Увидим, в вечности. Но представьте себе в вечности, когда подойдет человек, ну я воображаю, да, обнимет и скажет, ты мне о Господе сказал, а ты даже не подозревал, ты мне помог прийти к Иисусу. Это же прекрасно, прекрасней награды нет. летом. Еще можно много говорить о молитве, и я думаю, вы часто эту тему слышите в церкви. Но заканчивая свое слово, я хочу ободрить нас, что молитва не просто слова, или не просто какие-то действия, а молитва может быть инструментом в нашей работе нести людям свет Евангелия. И вот сегодня я поговорил о некоторых вещах, о том, что мы можем возрастать в вере, наши отношения с Отцом становятся все ближе и ближе, чем больше мы молимся. Молитва за других, во-первых, поступать нас учит по слову так, как должно поступать и стимулирует нас к изучению Слова Божьего, потому что мы вспоминаем, что если мы отклоняем ухо, то и молитва наша не молитва, а что-то очень нехорошее. Еще что, наши сердца меняются, наш характер меняется, формируется в наш характер такое сострадание, кротость, терпение. И Бог хочет, чтобы мы молились. Он хочет, чтобы нам было хорошо. И поэтому Он говорит, молитесь, молитесь, молитесь. И сегодня я также хочу, чтобы не только мы помолились, но поразмышляли в этой молитве над собой. Сколько я уделяю время для того, чтобы поговорить с тем, к которому я стремлюсь. Сколько я уделяю внимания тем, которые вокруг нас. Сколько я уделяю даже своим близким вниманием. И как я отношусь к тому, что Господь говорит в Своем Слове, которое Он принес нам такой дорогой ценой, пролив свою святую кровь за нас. И когда еще будете молиться, вспоминайте и за нас. Мы все нуждаемся в молитве. И я знаю, что и сейчас люди там, в России, молятся и за меня, и за вас, за все страны. Потому что Бог, когда излил свою Духом Святым сошел на землю, то его ограниченность, которая была во Христе Иисусе, он мог здесь быть, а там не быть. Вот ходил по земле, туда пойдет за ним толпа народу, туда пойдет за ним толпа народу, но он был ограничен в пространстве. Но когда Духом Святым сошел на землю, он вновь был. везде сущим. И как он здесь сейчас, так он и в России, и в Украине, и в Нигерии, где бы только ни было, везде он, наш всемогущий Бог. И давайте мы поблагодарим нашего Господа и помолимся Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Отец. Слава Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, потому что только Тобой мы живем и движемся и существуем. Мы не видим воздуха, но без Него мы не можем жить. Помоги нам осознавать, что хоть мы и не видим Тебя, но без Тебя мы не можем жить, потому что мы Христовы, Ты даятель жизни. И если Ты не дашь ее, мы просто погибнем. Господи, я благодарю Тебя, что Ты позволил мне быть вот здесь, среди Твоего народа святого, того, который Ты искупил своей драгоценной кровью. И не просто быть, а делиться Твоим словом. Да, у меня в сердце вот такие переживания, я делюсь, но я верю, что это переживание от Тебя, что Ты дал мне это в сердце, потому что мне негде взять, Господи, Ты знаешь мой состав, Ты знаешь каждую клеточку моего организма, и не только мою, каждого, кто здесь находится, Ты каждую клеточку знаешь, и знаешь мысли, и Ты говоришь послание церквам, знаю Твои дела, Ты все дела знаешь, что если бы Ты не дал, мне негде было бы взять, поэтому кого мне благодарить, кого нам благодарить, Господи, только Тебя, только Ты достоин хвалы, только Ты достоин поклонения, только Ты достоин благодарности, и мы благодарим Тебя, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь. Слава Господу.